Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем телевизионный курс про описание для взрослых. Сегодня мы изучаем тему, слитное, раздельное, дефисное написание наречий, которая, наверное, больше всего соответствует названию нашего курса, именно про описание для взрослых. Дело в том, что эта тема вызывает особые затруднения, и в школьной программе она рассматривается весьма и весьма ограниченно, а между тем на речи писать надо. С другой стороны, к сожалению, рассмотреть эту тему полностью не представляется возможным, потому что она включает не только урегулированные случаи, но и огромное количество распыленных исключений. Однако, кое-что все-таки здесь можно сделать. Но прежде чем мы перейдем к изучению самой темы, мне хотелось бы рассказать несколько фактов, воспоминаний таких, которые говорят в пользу изучения нашей сегодняшней темы. Ну, прежде всего, автор школьного советского учебника по русскому языку Михаил Трофимович Баранов, ну, один из авторов, ведущий автор. Учебник этот просуществовал около 40 лет практически в неизмененном виде, там Михаил Трофимович немножко его редактировал. Так вот, автор этого учебника сказал, что мы не включили правописание на речи полностью в этот учебник, а написали, что на речи пишется слитно, поскольку для школьника это очень трудно, и эту тему практически освоить школьнику не представляется возможным. Вот это вот первая причина, которая заставляет нас к этой теме обратиться. Вторая причина – это воспоминания о Крючкове, авторе орфографического словаря, всем известного, надеюсь, который некогда говорил. Вот, к сожалению, здесь я пересказываю чужой пересказ, была конференция памяти Крючкова, один из его учеников рассказал такую историю. Крючков говорит, мне звонят мои бывшие студенты, которые работают корректорами, которые работают журналистами, пишут, им нужно знать, как пишется, что... Вот, спрашивают, как пишется на речи, и думают, что я все помню наизусть, что я все знаю. Они не знают о том, что у меня дома под телефоном давно уже лежит орфографический словарь. Вот, то есть, ну вот даже для самых маститых, так сказать, представителей нашей науки лингвистической, все-таки на речи довольно сложная часть речи в области правописания. Вот, тем не менее, мы попытаемся решить эту проблему. Ну, еще надо сказать, когда готовили последнюю, так и не состоявшуюся орфографическую реформу, в 2001 году готовили, был даже издан свод правил новой в издательстве «Азбуковник», по-моему. Так вот, там о наречиях было написано так сумбурно и так непонятно, что вышла критическая статья в журнале «Журналистика и культура русской речи» в МГУ, где последовательно по пунктам было доказано, что новые правила, пытаясь упростить правописание на речи, создали еще больше дополнительных сложностей, чуть ли не удвоили сложности, связанные с правописанием на речи по сравнению с предыдущими правилами. Ну, поэтому вот нам ничего не остается, как учить правила предыдущие, тем более, что никто их не отменил, реформа так и не состоялась. Вот, перейдем непосредственно к изучению темы. Прежде всего поговорим о слитном написании на речи. Нужно помнить, что слитно пишется на речи, то есть в одно слово, образованные от имен существительных, если имеют временное или пространственное значение. Посмотрим на примеры. Вверх пространственное значение, вовек временное, вправо пространственное значение, сначала временное значение, назад пространственное значение, наверх пространственное, изнутри пространственное. Но это в основном относится к тем случаям, когда у нашего искомого слова нет зависимых, то есть когда он действительно на речи. А бывают и другие случаи. Мы потом рассмотрим их на примерах. На примерах надо не путать в данном случае на речи и существительность предлогами. Дальше в одно слово, точно так же слитно, пишется на речи, которые образованы от слов, вышедших из употребления, например, в дребезги, и от слов, которые уже не то обозначают, то есть утрачена смысловая связь между на речи и производящим словом. Ну, например, в растяжку. Конечно, есть сейчас слово растяжка, например, растяжка обуви, но говорить в растяжку с обувью ничего общего не имеет. Поэтому в растяжку мы также будем писать слитно. Приведем примеры. Напрямик. Нет слова прямик, поэтому пишется слитно. Вдоволь. Нет слова доволь, поэтому пишется слитно. Ну, это хорошая школьная методика, да, нет слова такого-то. В смятку. Нет слова смятка. Наутек. Нет слова утек. И все это пишется слитно. А вот вслух, слово слух-то есть на самом деле в русском языке. Но дело в том, что слух обозначает восприятие звуков, а вслух обозначает произнесение звуков. Это уже разные значения, и поэтому вслух пишем слитно. В заперти пишем слитно, так как нет существительного, соответствующего. С позаранку также пишем слитно, так как нет слова, от которого в свое время образовано. Наяву. У нас осталось слово явь в русском языке, но ведь наяву-то образовано от слова мужского рода с твердым окончанием. Простите, с твердой финалью основы. Там яв какой-то должен быть, а не явь. Поэтому мы тоже наяву пишем слитно, так как такого слова буквально уже нет. Наизусть также пишем слитно. Слитно пишется большинство наречий, которые образованы от числительных. От других наречий, от прилагательных и так далее. В общем, все наречия, которые образованы не от существительных. Рассмотрим примеры не от существительных. От других наречий, например, послезавтра. От имен прилагательных. От прилагательного белый, бел, от краткой его формы, которая некогда употреблялась более широко, чем сейчас. От местоимений в ничью. От местоимений ничей. Ну и, наконец, от собирательных числительных. С приставками в и на. В двое, на двое, в трое, на трое и так далее. Ну и теперь мы рассмотрим некоторые, немножко более сложные примеры, которые связаны уже, в частности, с трактовкой контекста. Сначала без контекста. Совсем. Мы должны писать слитно, поскольку образовано от местоимений все. Вдвое. Пишем слитно, поскольку от числительного с приставкой в. налево, с пространственным значением, пишем слитно, навсегда, с современным значением, пишем слитно, вовсю, от местоимения весь, пишем слитно, вчетвером, пишем слитно, поскольку от числительного с предлогом в. Вдали, от существительного даль, но имеется пространственное значение, поэтому пишем слитно, шли пионеры вчетвером в одно из воскресеньев, как вдруг вдали ударил гром. Да, вот вспоминается детский стишок, как раз оба примера. Вплотную пишется слитно, поскольку образовано от прилагательного, и что редкость образована от полного прилагательного. Мы даже видим окончание ую на конце. Вдвоем пишется слитно, поскольку от числительного и у нас приставка в. На бело, ну мы уже говорили, это от прилагательного образовано пишется слитно. На пропалую еще одно образование от прилагательного полного с окончанием ую. До сыта пишется слитно, потому что от прилагательного сытый образован данный пример. Далее мы должны еще раз оговориться, что могут быть похожие друг на друга наречия и существительные. Отличаем их по наличию зависимых слов. Отличать их нужно обязательно, поскольку наречия пишутся слитно, а существительные пишутся раздельно. Итак, посмотрим на правила. Наречия с пространственным и временным значением не могут иметь зависимых слов. Если перед нами образование с зависимыми словами, то это существительное с предлогом, и писать его нужно раздельно. Посмотрим примеры, взятые конкретно из художественной литературы у Чехова, Толстого, Достоевского. Наверху за потолком какой-то энергический мужчина, вероятно ученик консерватории, разучивал на рояле рапсодию листа с таким усердием, что, казалось, по крыше дома ехал товарный поезд. Ну вот этот вот замечательный пример из Чехова нужен нам, конечно, не весь, но я не мог его сократить, поскольку сам по себе он очень выразительно красив и ироничен весьма. Наверху за потолком разучивал. Здесь нет никакого зависимого слова. Слово наверху, наверху будет наречен и будет написано, соответственно, слитно. Наверху футляра стояла бронзовая вазочка. У того же Чехова взят пример. Наверху чего? Футляра. Имеется зависимое слово, поэтому верх здесь существительный, поэтому нужно писать раздельно. Наверху футляра. Она смотрела на низ вагонов. Это из Анны Карениной пример взят. Она смотрела на низ вагонов, на винты и цепи, на высокие чугунные колеса медленно катившегося первого вагона. Значит, в данном случае на низ вагонов имеет зависимое слово, на низ чего вагонов, и пишется раздельно. Но здесь, поскольку наречий, собственно, такого нет, вряд ли кто слитно и напишет. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Арианды, и теперь шумит, и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда и нас не будет. Шумело внизу не имеет зависимых слов. Нельзя тут спросить, внизу чего. Поэтому мы пишем внизу слитно, как на речи. Сотнями тысяч потянулись пленные вглубь России. В данном случае вглубь имеет зависимое слово. Вглубь чего? России. И поэтому следует писать вглубь России, вглубь раздельно. Наши танки прорвали оборону противника и вырвались на дорогу, и продвинулись вглубь. Здесь, конечно, понятно, что они продвинулись вглубь чего-то там, вглубь тыловых позиций противника. Но автор-то этого не пишет. И поэтому мы считаем, что вглубь это на речи, и следует писать его слитно. «Покойный муж Катерины Павловны был в начале нынешнего столетия губернатором в одной из самых хлебных губерний». Мы видим проблемное для нас слово «в начале». В начале чего? В начале нынешнего столетия. И поскольку здесь есть зависимое слово, то мы пишем в начале раздельно и считаем его существительным предлогом. Переходим к обсуждению дефисного написания на речи. Здесь есть несколько довольно несложных правил и несколько затруднений, которые, в общем-то, довольно легко решаются. Тоже нужно уметь отличать на речи, но в данном случае, от местоимений и уметь отличать на речи от прилагательных, не от существительных уже. Обратимся к правилам. Все мы, наверное, помним, что через дефис пишется на речи с приставкой «по» с суффиксами «ому», «ему» и «ки», «ски». Ну, это вот такое хрестоматийное правило. Не могу, однако, его не привести, поскольку оно дополняет весь комплекс правописаний, необходимо дополняет. Сложность тут возникает в том случае, если мы путаем на речи с прилагательным или местоимением, как уже было сказано. Рассмотрим пока пример именно на речи. От слова «француз» образуется наречие по-французски и пишется через дефис. «Заяц» по «заичьи» с суффиксом «и» пишется через дефис. «Хорошо» по «хорошему» пишется через дефис с суффиксом «ому», «плохо» по «плохому» также с суффиксом «ому». «Старый» по «старому» пишется через дефис «ому», «казак» по «казачьи» с суффиксом «и», ну, там фонетически на самом деле «и», «йот» и «братский» по «братски» с «и» на конце, также через дефис «звериный» по «звериному». Ну и так далее. По «тихому» с «ому» на конце с приставкой «по», по «товарищески» с «и» на конце с приставкой «по» поменьше. Вот здесь нужно сделать оговорочку. «Поменьше» не имеет нужного нам суффикса, поэтому уже дефисное написание тут исключается. По «видимому» пишется через дефис, но, конечно, когда это на речи, потому что есть «ому». Ну и рассмотрим примеры, где у нас приведены как на речи, так и другие части речи. По «хорошему» пишется через дефис в сочетании «ответить по-хорошему». Например, нужно было сразу ответить по-хорошему и не ссориться, потому что здесь перед нами на речи отвечает на вопрос «как», ответить «как» по-хорошему. Но в сочетании «по-хорошему» поводу мы должны писать раздельно, потому что перед нами, конечно, не на речи. По поводу «какому» хорошему, главное слово «повод» задается не вопрос «как», а вопрос «какому». Это вопрос «прилагательному», а прилагательное пишется с «по-раздельно». Ну, в общем-то, это «по» даже не к прилагательному относится, а, собственно, к самому существительному поводу. Проанализируем следующий пример. По-простому слову мы будем писать по-простому слову раздельно, поскольку ставим вопрос «по слову какому» простому. Перед нами прилагательное, и предлог «по» относится к существительному. Например, по-простому слову можно судить о глубине мысли. И говорить по-простому, говорить «как», ставим вопрос именно к наречию, вопрос «как», пишется через дефис. По столичному проспекту. Мы должны писать по столичному проспекту раздельно, потому что задаем вопрос от слова «проспекту», «по проспекту какому столичному», и в данном случае перед нами прилагательное «по» относится к существительному проспекту. По проспекту. «Одет по столичному», ставим вопрос от слова «одет», «одет как» по столичному, перед нами наречие, наречие пишется через дефис. «Делать все по-прежнему», ставим вопрос «как», «делать как» по-прежнему. В данном сочетании перед нами наречие, и мы пишем его через дефис с приставкой «по» и с суффиксом «ему». «По прежнему пути», «по пути какому», перед нами прилагательное, предлог «по» относится к слову «пути», «по пути». Соответственно, мы должны использовать раздельное написание. Ну, я думаю, что тут уже достаточно примеров, и мы можем переходить к примерам, которые показывают нам, как различать уже не наречие и прилагательное, а наречие и местоимение. Посмотрим на первый из них. «Не заметишь обиды по нашему виду». Мы ребятам прощаем любую обиду. В данном случае «по нашему» имеет главное слово «виду», «по виду какому нашему». Вопрос опять ставится не на речи, следовательно, перед нами местоимение, и «по нашему виду» мы должны писать раздельно. «Ты по нашему говори», «а по нашему как?» «Ты по нашему говори». В данном случае дважды ставится вопрос «как?». Говори «как» по нашему, и «по нашему как?» «Тут как уже перед нами есть». Да, и то, и другое это будет на речи, и написать нужно его в двух случаях через дефис. Он и должен быть таким по моему замыслу. По замыслу «чьему» «моему». Вопрос «чьему» ставится к притяжательному местоимению. Перед нами не на речи, поэтому «по моему замыслу» мы пишем раздельно. Но тут нам подсказывают еще и ударение «по моему». Если было бы на речи, то было бы «по моему». Тем более, сказала мама, к тому же моя елка лучше всех. Это, по-моему, сразу видно. Вот замечательная цитата из известного детского писателя Галявкина. «По моему» в данном случае вводное слово, ну, вообще, с точки зрения научной грамматики, вводное слово, оно вообще к частям речи не относится, это особое модальное слово. Но мы в рамках прикладной орфографической практики все-таки считаем, что это на речи, потому что остается вопрос «как?», «видно как?», «по моему». Хотя, в общем, это с точки зрения, еще раз говорю, высокой грамматики неправильно. Но это в любом случае позволяет нам установить, что здесь нужно писать через дефис. «Ладно, сказал папа, пусть будет «по твоему». «По твоему» в данном случае на речи. Именно что на речи будет «как?», «по твоему?». Это уже никакое не вводное слово. К нему регулярно ставится вопрос. Ну, и поскольку здесь есть приставка «по» и суффикс «ему» в на речи, мы пишем «по твоему» через дефис. «С какой же это стати вдруг еноту стать бараном?» «Чем плохо, по твоему, енот?» В данном случае «по твоему» вводное слово, ну, вводное всегда тождественно на речи, тоже пишется через дефис. «Я принес по вашему приказанию шоколадный торт». По вашему приказанию ставим вопрос внимательно. По приказанию чьему, вашему, здесь мы должны писать раздельно, поскольку перед нами не на речи, а местоимение по вашему приказанию. И «по» относится не, собственно, к слову «вашему», а к слову «приказанию». Следуем далее. «Хорошо это, по-вашему, пассажиров пешком гонять по 10 верст». В данном контексте «по-вашему» это вводное слово. Можно условно поставить вопрос «хорошо как по-вашему». В данном случае перед нами на речи. На речи пишется через дефис, если есть суффикс «ому» и «ему». Вот он перед нами, поэтому мы должны писать через дефис. Дальше. Через дефис пишется на речи с компонентом «то-либо-нибудь кое-таки». Это тоже довольно известная и распространенная истина, никаких особых затруднений не вызывает, поэтому долго задерживаться здесь не будем. Через дефис пишется на речи, включающие повтор для усиления смысла. Например, «еле-еле». В общем, таких на речи в русском языке немало. Иногда они образуются не просто повтором, а еще и с добавлением какого-то компонента, или там какое-то рудиментарное окончание бывшего существительного возникает. Поэтому тут можно рассмотреть примеры и немножко поподробнее о них поговорить. Обратимся к следующим примерам. «Еле-еле», как уже было сказано через дефис, «едва-едва» на речи с повтором, с усилением смысла, «едва-едва» значит «вот-вот-вот только» и соответственно также пишется через дефис, «нежданно-негаданно». Вот здесь мы видим, есть некоторое удвоение, но у нас вообще весь корень заменяется. Тем не менее, мы видим удвоение, видим усиление смысла. Значит, «нежданно-негаданно» можно сказать «очень нежданно». Раз можно сказать «очень» здесь присутствует усиление, пишем через дефис. «Крепко-накрепко». «Крепко-накрепко» мы видим добавление компонента «на». Но это не мешает нам видеть здесь усиление смысла. «Крепко-накрепко» значит «очень крепко». Поскольку мы добавляем «очень», то должны писать дефис. А второй компонент «накрепко» будем писать слитно. «Крепко-дефис», «накрепко-слитно». Дальше. «Мало-помалу». Но точно так же, как и «крепко-накрепко» имеет некоторую вариативность компонента, Здесь мы должны ориентироваться на смысл. Мало-помалу значит очень понемножку, очень говорит нам об усилении смысла, поэтому ставим дефис. А вторую часть помалу пишем слитно. По добру, по здорову. Вот это замечательная наречия. Тут масса вариантов написания. Не случайно здесь у нас, мы видим на нашем экране, по поставлено в скобки. Но если мы напишем по добру раздельно, то добро будет существительным, и тогда по добру это значит по чьему-то имуществу. Добро как существительное обозначает что-то полезное, какие-то вещи в таком фольклорном стиле, в народно-поэтическом стиле. Так вот, когда мы говорим по добру, по здорову, то мы по добру пишем слитно и по здорову пишем слитно. А вот что между ними? Поскольку по добру, по здорову обладает некоторым нагнетанием эмоций, значит, вот очень аккуратненько уходи, пока еще ничего не случилось. Обычно по добру, по здорову именно согласуются со словом уходи. Да, поскольку есть нагнетание эмоций, мы должны считать, что здесь нужно писать по добру, по здорову через дефис. Дальше, волей-неволей. Волей-неволей явно есть усиление, но опять же оно такое, не усиление буквально смысла, а усиление эмоций. Волей-неволей, значит, по случаю крайнего принуждения, по случаю необходимого принуждения. Вот, и здесь мы пишем волей-дефис-неволей, и неволей второй компонент слитно. Тихо-мирно, вот, хотя можно и тихо-тихо, и то, и другое пишется через дефис. Тихо-тихо, значит, очень тихо, и тихо-мирно, тоже, значит, очень тихо. Видимо-невидимо, значит, очень много. Тоже есть некоторый компонент усиления, тогда как мы говорим просто много, да, просто, видимо, в роли наречия много не обозначает, вот, но когда мы говорим видимо-невидимо, здесь не просто много, а очень много компонент, смысловый компонент усиления все-таки присутствует. Поэтому мы пишем видимо-дефис-невидимо. Темным-темно, но вот тут, как я сказал, рудиментарное именное окончание возникает, темным. Вот, бывают такие случаи, значит, соответственно, мы должны считать эти два компонента, ну, более или менее удвоением справедливым, так как мы считали удвоением и повтор с приставкой, и даже повтор с другим корнем, но с той же приставкой, как там нежданно-негаданно. Вот, и темным-темно мы тоже будем считать повтором, удвоением, и тогда, соответственно, темным-темно мы понимаем, как очень темно, у нас есть усиление смысла, и темным-темно тоже надо писать через дефис. Ну, и довольно такое простое, регулярное, часто используемое на примерах правило, примеры часто встречаются в официальных деловых текстах, пишется через дефис наречия с приставкой «в» и «во», если есть при них числовой корень, и обозначают они порядок при счете. Например, во-вторых, в-третьих, ну, в общем, такое общеизвестное, общепонятное правило, тут только не нужно забывать, да, что вот вдвое, втрое, вчетверо пишется слитно, как мы уже говорили в предыдущем разделе, а во-первых, во-вторых, в-третьих пишется раздельно. Вот, тут нужно запоминать, что если речь идет о кратности, то пишем слитно, а если речь идет о порядке при счете, пишем раздельно. Ну, или если кому-то так неудобно запоминать, то можно запоминать то, что вот на «е» заканчивается, то пишется слитно, то, что заканчивается на «ых», на «их», то пишется раздельно. Тут, в общем, как угодно, или по значению, или по форме можно запоминать. Далее следуем. Раздельное написание на речи, третий и последний на сегодняшний день наш раздел. В общем, раздел наиболее сложный и наименее урегулированный. Раздельное пишется на речи с предлогом «в», если следующее за предлогом «гласное», если следующее за предлогом «буква» будет «гласное». Ну, например, «в открытую», «в отместку», «в охотку». Обращаю ваше внимание, уважаемые телезрители, что в данном случае правило про описание на речи устроено таким образом, что перечеркивает предыдущие правила. Мы говорили, что на речи, образованные от прилагательных, пишется слитно всегда. Ну, и вообще все образованные, не от существительных. В данном случае мы говорим «в открытую», раздельно, потому что «в» дальше гласное. Иногда это подается как исключение. Как исключение к правописанию на речи образованных от существительных, как исключение к правописанию на речи образованных от прилагательных и так далее. Я думаю, что здесь проще дать это отдельным правилам и расставить приоритет. Так вот, приоритет таков. Вот это правило, которое мы только что уже видели, раздельно пишется на речи с предлогом «в», если следующее за предлогом буква гласное, оно обладает преимущественным правом. Оно перечеркивает все другие правила. Если мы видим «в» дальше гласное, то больше уже ни о чем не думаем. И пишем раздельно. Еще раз смотрим примеры. «В открытую», «в отместку», «в охотку», «в обмен», «в обхват», «в обрез», «в обтяжку», «в общем», «в одиночку», «в угоду», «в упор». Ну, в общем, тут примеров довольно небольшое количество, и можно просто все их запомнить. Достаточно просто открыть орфографический словарь на соответствующей странице, и после «в», там, где дальше следует пробел, мы увидим все эти примеры практически подряд написанные. Ну, а для тех, кому орфографический словарь открывать не хочется, я эти примеры еще раз повторю. «В открытую», «в отместку», «в охотку», «в обмен», «в обхват», «в обрез», «в обтяжку». «В общем», вот это вот, наверное, довольно часто встречающийся пример в публицистических, билетристических текстах. Вот, и нужно упомянуть также, что тут есть еще похожее слово «вообще», которое пишется слитно, но там у нас не предлог «в», а приставка «во», «вообще» пишется слитно, и так, а в общем пишется раздельно, «в одиночку», «в угоду», «в упор». Следует также отличать эти наречия от существительных, да, мы можем себе представить выражение «смотреть в упор», и можем себе представить упор как существительный, ну, например, я не знаю, там бревно, какая-то доска, да, и можно вбить гвоздь в упор. В таком случае также написание будет раздельное, вот, однако, немножечко изменится значение, и там можно подставить прилагательное, вот, там, в косой упор, в деревянный упор и так далее. Далее. Раздельно пишется наречия, образованные от собирательных числительных с предлогом «по». Вот числительная, пожалуй, тут наиболее сложная часть речи для прописания наречий. Дело в том, что от числительных образуются и те наречия, которые слитно пишутся с предлогами «в» и «по» со значением кратности и количества «вдвое», «втрое», да, и «во-первых», «во-вторых», «в-третьих», простите, с предлогами «в» и «во», да, конечно же, «вдвое», «втрое», и «через дефис» пишется «во-первых», «во-вторых», «в-третьих», да, как мы уже говорили. Ну и, наконец, вот с предлогом «по» нужно запомнить, они пишутся раздельно, по двое, по трое, со значением некоторого собирательного количества. Ну вот пример у нас по двое, посмотрим на него, вот так он и написан раздельно, как положено. В большинстве случаев, опять же, вот нужно сделать оговорку, здесь нет особой четкости. Это как раз тот случай правописания, который вызывает нарекания к правилам 1956 года, потому что очень много приходится выучивать. В большинстве случаев это дело довольно неопределенное. И еще большее нарекание вызвало к правилам 2001 года. Никому так и не удалось урегулировать эти правила должным образом. Так вот, в большинстве случаев раздельно пишется наречие, образованное от существительных с предлогом, если начинаются с «без», «до», «на», «с». Вот, ну тут что можно сделать? Тут можно, опять же, обратиться к орфографическому словарю и все выучить, и все заучить. А можно вот так вот довериться этому правилу, что «без», «до», «на», «с» требует раздельного написания, если наречие образованное от существительных. Помним, что не от существительных все слитно пишутся. Довериться этому правилу и иногда делать ошибки. Вот как раз тот самый случай, наверное, когда Крючков поднимал свой телефон, вынимал орфографический словарь и смотрел, что же все-таки там написано. Ну вот, обратимся к примерам. Без промаху, без отказа, без просвета, без просупу, без спросу, без удержу, без умолку, без устали, без обиняков, без оглядки. До смерти, до отвала, до отказа, до завтра, до зарезу или до зареза с вариантами, до упаду. Но здесь вот буквально, что я сделал, я просто по словарю того же самого Крючкова выписал все имеющиеся примеры. На авось, на бегу, на боку, на взгляд, на вкус, на грех, на диво, на дом, на дому, на добы, на измор, на износ, на исходе, на лад, на лету, на отлете, на отшибе, на ощупь, на редкость. На скаку, на слух, на смех. Вот тут нас смущает ударение, перенесенное на предлог. Нам всегда в таком случае кажется, что как-то это влияет на написание, но в данном случае это на написание никак не влияет. И следует писать именно так, как мы видим на наших экранах. На смех нужно писать раздельно. На убой, на ура, с виду, с горя, с изнанки, с маху, с налета, с наскока, с разбегу, или с разбега, с вариантом, с разгона, с размаху, с ходу. Нужно помнить, что в большинстве случаев раздельно пишутся наречия, образованные от существительных с предлогом, если сохраняются еще две формы падежей. И вот это как раз случай вызывает наибольшие затруднения, потому что мы не всегда две формы падежей можем вспомнить и осознать. Значит, соответственно, когда мы встречаемся с таким вот сочетанием подмышку, положил что-либо подмышку, мы должны помнить, что есть еще сочетание подмышкой, держит подмышкой. И из-за этого, хотя существительное такое не используется, нужно писать подмышку и подмышкой раздельно. Тут вообще написание еще связано с тем, что потом образованы еще следующие производные существительные, которые пишутся слитно. Мы чуть-чуть попозже поговорим об этом подробнее. И сейчас я вернуться хочу еще к одному примеру. Вот мы рассматривали пример насмех, и там была оговорка, еще один пример наспех. А наспех-то как пишется? Наспех в ряду наших примеров не было, потому что пишется слитно. Оказывается, насмех пишется раздельно, потому что смех еще как существительный используется в русском языке, а вот такого существительного успеха нет, поэтому наспех пишется слитно. Тут, в общем-то, все по правилу, но не сразу сообразишь. И вот, наверное, поэтому нужно то ли смотреть словарь, то ли кому часто нужны эти примеры, эти наречия, учить их списком. А вот сейчас перед нами правила, которые требуют не столько запоминания, сколько знания языка, языкового чутья. И нам требуется рассуждать, анализировать, что, в общем-то, значительно интереснее, чем просто вызубривать. Посмотрим. Вот перед нами примеры на цыпочках и на цыпочке. Значит, если мы встречаем, встал на цыпочке, если мы не уверены в том, что это нужно писать раздельно, как это нужно писать, мы тогда вспоминаем все другие формы и вспоминаем, что есть еще стоять на цыпочках. Перед нами два наречия, в которых рудиментарно сохраняются окончания бывших существительных. Ах, это окончание предложенного падежа множественного числа, да, и это окончание винительного падежа. Вот, поскольку мы видим эти два окончания, то должны писать раздельно. Аналогично совершенно на четвереньках и на четвереньки. Можно стоять на четвереньках, можно встать на четвереньки. Встречаем эти примеры, встречаем один из них, точнее, вспоминаем о другом, и поэтому пишем раздельно. На вид и на виду, точно так же. Ну, тут можно еще отнести к тому, что у нас там есть на, по предыдущему правилу, без до, на с, но все-таки наличие разных форм, оно надежнее. На вид винительный падеж бывший, да, а на виду бывший предложенный падеж. Сохранилось окончание, что и позволяет нам говорить о том, что здесь нужно писать раздельно. На корточках и на корточке, совершенно точно так же. Ну, я думаю, что вот все приведенные примеры, еще раз посмотрим на них, значит, на цыпочках, на цыпочке, на четвереньках, на четвереньке, на вид, на виду, на корточках, на корточке. Вот эти вот примеры довольно простые, затруднения не вызывают. А вот примеры более сложные, которые связаны с теми существительными, что уже вышли из употребления в нашем языке. Ну, например, вот на поруки. Вот что такое поруки? Это некоторые поручительства. Выражение «взять на поруки» значит обещать следить за человеком, поручиться за человеком. Ну, вот в случае какого-то разбирательства можно брать на поруки. И быть на поруках у кого-то. То есть быть под чьим-то поручительством. Вот такого слова «поруки», собственно говоря, в русском языке уже нет. Вот, но на поруке и на поруках мы до сих пор пишем раздельно из-за того, что сохраняется два бывших падежных окончания, бывших некогда окончания существительных. Подмышки и подмышками. Ну, вот уже упомянутый пример, но сейчас мы поговорим о нем подробнее. Образован-то это от слова «мышца». То есть первоначально имелся в виду, по всей видимости, бицепс. Вот та самая мышца, под которую мы зажимаем что-то, если кладем подмышку. То есть в первоначальном звучании, скорее всего, подмышцу, а потом была переогласовка. Так вот, мы, естественно, уже не осознаем связь этих двух слов. Поскольку связь утрачена, нет связи с производным словом, то надо было бы по правилу писать слитно. И вообще это как-то нелепо выглядит, потому что еще возникла амонемия, мышка какая-то тут, в смысле животное, в голову приходит сразу. Тем не менее, писать нужно раздельно, поскольку есть две разных формы. Держать подмышками, положить подмышки. Ну и точно так же в единственном числе. Держать подмышкой, положить подмышку. Но тут есть еще одна особенность. Особенность заключается в том, что от данного наречия уже образовалось существительное. Когда мы будем иметь дело с существительным, то нам придется писать это существительное раздельно. Вот такой, может быть, не очень эстетичный пример, но это реальный пример из рассказа, опубликованного в одном из популярных женских журналов. Не буду ссылаться, чтобы не рекламировать. Некий миллионер после инсульта очнулся в больнице, и он увидел склонившуюся над ним медсестру и долго разглядывал ее бритую подмышку. В данном случае мы ставим вопрос, что разглядывал, что подмышку. Она речи отвечает на вопрос, куда подмышку или где подмышкой. Поскольку ставим вопрос, что, вопрос существительного, перед нами новые существительные, и разглядывал бритую подмышку, пишем слитно, да еще есть плюс зависимое прилагательное, которого, конечно, на речи быть не может, а только у существительного. Вот в таком случае слитно надо писать. Еще один довольно интересный пример под ложечкой и под ложечку. Опять же, нужно писать раздельно, поскольку перед нами две формы бывших некогда под ложечкой. Связь смысловая с бывшим словом ложечка утрачена абсолютно. Тут некоторая, видимо, была метафорическая связь под ложечкой. Это где-то в районе солнечного сплетения, например, боль под ложечкой. Ну и еще раз повторюсь, поскольку сохраняются две формы бывших некогда падежей, естественно, никаких падежей нет, и буквосочетание, которое указывает на бывшие некогда окончания, то до сих пор следует писать раздельно. Вот такие прихоти нашей с вами орфографии. Дальше. Аналогично пишется на дом и на дому, за границу и за границей. Здесь уже образовалось довольно устойчиво используемое, даже разрешенное в словаре, слитно-раздельно через дефис, слово «заграница», которое пишется слитно, как существительное, ну как и с вариантом «подмышка». Вот, Бокчина разрешила. Хотя я бы этого делать не стал, потому что это слово высмеял еще Чехов. Этим летом Россия воевала с заграницей. Ильф и Петров высмеяли. Заграница нам поможет. Ну, как уж есть, разрешили, так разрешили. Нужно также помнить, что пишется раздельно на речи, так называемые сложные, повторные с предлогом на речи, которые образованы от существительных с предлогом, и если нет усилительного значения. Обратимся к примерам. Например, с часу на час, с глазу на глаз, рука об руку, бок о бок, один на один, друг с другом, раз за разом, в пух и в прах, душа в душу. Нужно помнить, что вот эти наречия, не имеющие усилительного значения, пишутся не так, как наречия с усилительным значением, то есть не через дефис, а раздельно. Ну и, наконец, взглянем на обобщающую таблицу. Слитно пишется наречия, образованные от существительных, вышедших из употребления, образованные от существительных с пространственно-временным значением и с новым значением. Раздельно пишется наречия с без до на с, повторные с предлогом, сохраняющие две падежные формы и имеющие предлог в перед гласной. Слитно пишется наречия, образованные от числительных, от прилагательных, местоимений и других наречий. Ну и раздельно образованные от числительных с предлогом по. На этом время нашей лекции истекло. Я надеюсь, что мне удалось систематизировать сложный материал, который мы сегодня изучали, что поможет в правописании. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.